Мы на месте. Мы приветствуем Кристину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в своем биополе на период сеанса. Что она вся двигается изнутри. Выйти кто-то хочет. Она доверит, да. Так, кто-то хочет выйти. Ты видишь его, кто там хочет выйти? Нет, я не вижу. Хорошо, я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Кристины, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Кристины. Находит все. Но у нее инсектоид. Знаешь, у меня ощущение, что они защиту выставили какую-то. Кто? Не знаю, внутри тонкая копия. Отлично, даю команду на счет 3. Это защита чужеродная в биополе Кристины. Становится ярко-красного цвета. Ты видишь ее четко. Ясно. Один, два, три. Проявляется полностью все чужеродное. У меня стоит все тело. Даю команду на счет 3. Скэнер отключает эту защиту. Все чипы, датчики, сопутствующие импланты и конвекторы. Выводит эту конструкцию из биополя. Отправляет в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Это спрут. Хорошо. Защита, она прозрачная, как из воды. Спрут мешал мне работать. Спрут получает удар. Да, и мне воды много. Отлично, получает удар. 50 тысяч герц удар. Для разминки спрут. Это он мне двигался весь. Хорошо. Получил удар? Да, он получил удар, но он ему не особо. Я такого не терплю в моей комнате диагностики. Влад, сожги его защиту, дай ему удар, положи его на пол. Вот первый удар, который ты сделал, он пришел ему все пальцы. И спрут ползет в угол и тащит вот это все пальцы за собой. Хорошо. А второй удар? Он снял его защиту, Влад? Да. Хорошо, спрут. Это первое и последнее предупреждение. Я сейчас открою портал в галактической ядре, и ты туда уйдешь. Тебе это понятно, паразит? Да, ему понятно. Отлично. Он 12 лет не сидит. 12 лет. Хорошо. Сколько сидит инзиктоид? 4 года. Подожди, давай запусти еще раз сканер. Я даю команду сканеру. На счет 3 сканера сканируют пространство над головой Кристины, под ногами 360 градусов вокруг нее. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует систем тонких тел Кристины, находит все. Значит, джин у нее. Джин. Лизард. Лизард. Да. Это достаточно уже этих двух. Считай цифру у джина над головой. Он говорит тебе, что только ты не волнуйся. 37-16. А почему я должен волноваться, если ты синий джин? Он не хочет, чтобы его участь спрута постигла. А, в этом плане. Значит, не обманывай меня. Спрут получил за то, что он мимикрировал, за то, что он пытался выстоять защиту, находясь уже в моей комнате диагностики, и за то, что он не кооперировал. Все, кто будет не кооперировать, ожидают такая участь. Все, кто кооперирует, я отпускаю на свою чистоту. Все понятно? Да, понятно. Хорошо. Все, вот условия. Больше ничего. Не мешайте мне работать, я закончу свою работу, и все будут здоровы. Если будете мешать, значит, не будете здоровыми. Итак, Лизар, сколько ты находился в этом биополе? Я слушаю. Пять лет. Пять лет. На что зашел? На всплески эмоций, желания, эмоции. Желания, эмоции. Хорошо. То есть там большой диапазон эмоций был или что? Да, от грусти до желания, эмоций. Понятно. Хорошо. Эти перепады эмоций для тебя, конечно, видны. Что еще там есть? Ты заходишь на фальшивость, ты заходишь, когда человек меняет свои цвета и помогаешь ему в этом. Я это знаю. Что здесь в этом случае такое? Только на это зашел. Хорошо. Значит, только на эмоции. Переходим к Джину. Джин, сколько ты находился в этом биополе? С какой вещью пришел? Я-то три года всего нахожусь. Три года. С какой вещью попал? Деньги. Деньги. А что тебе так понравилось? Почему ты к ней перешел с деньгами? Ты сидел в каком-то другом. Ты же от кого-то перешел, Джин. Что это было? Деньги перешли. Попали, моя пыль попала на нее. Ах, вот как. И тебя притянуло к ней? Да. Хорошо. Какая это чистота, что тебя притянуло? Я это хочу понять. Это алчность, это любовь к деньгам, к материальному. Что это такое? Объясни, чтобы я понимал. Джины тоже не каждому приходят. Сохранение. Сохранение. Экономия. Экономия, сохранение, страх потери. Есть такое? Буду честным. Страх я увеличу. Я знаю, что ты увеличил. Я поэтому и спрашиваю. Потому что Джины любимая фишка – это страх потерять все деньги. Он передает эту информацию человеку, и человек потом себе не находит места. Вне зависимости от того, сколько у него денег. В этой ситуации я должен заметить, что в принципе Джины на своем месте находятся. Ладно, хорошо. Ты пришел, однако же, в этом случае к деньгам. Все понятно. Три года. Ты присутствуешь в квартире? Лизард присутствует в квартире. Кто присутствует в квартире еще? Джин присутствует только. Джин только. Хорошо, Джин. Значит, мы с тобой сегодня еще будем встречаться, потому что у нас есть задание чистить квартиру. После чистки я тебе открою отдельно портал. Ты уйдешь в дом, соберешь всю свою пыльцу, все свои подключки. Я сделаю проверку. И потом отпущу тебя на твою чистоту. Если все чисто. Все понятно? Да. Хорошо, работаем дальше. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Кристины спроектировать все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэббрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Каналы выстроились. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение чужеродной патогены низкоэббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Кристине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Что мы там вытащили, Вера? Это конструкция была? Это была прозрачная защита, как голограмма. Защита. Хорошо. Выстраиваю канал к этой голограмме. Один, два, три. Реверсом в эту голограмму отдаю весь негатив, который Кристина получила от нее. Пошел мощный поток назад. Наблюдаем. Ты знаешь, к ней идет вода. Вода. Это, как сказать, среда, где находился пруд. Из нее он и выставлял защиты. Вот как. Да, немного лишней жидкости. Все выдавливается, все выходит. А вот Спрут, он ей много сомнений давал. Он, как ее присосками, подтягивал вот эти мысли ее. У нее начинали мысли, сомнения шевелиться. И он питался ими. Ну, мне сейчас кажется, у Спрута больше сомнений, чем у Кристины в настоящий момент. И мы еще посмотрим, чем эта история для него закончится сегодня. Он сидит в углу, поджал под себя все свои лапы, присоски. Что, подойти погладить его? Он получает... Смотрит оттуда. Он получает ответ за свои действия. И я тебе с Спрут сразу говорю, ты сегодня встречаешься с межгалактической полицией. Если за тобой еще что-то такое еще висит или осталось, они оценят твою работу за эти 12 лет. И, возможно, ты уйдешь с ними. А если нет, так ты уйдешь на свою чистоту. Если тебе повезет. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Кристина забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не взяли до последней капли, возвращает Кристина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошло назад. Ну, он не забирал, он жил в ней просто. То есть возвращается энергия, наверное, больше. Хорошо. Как свет, который в ней находился. Вот этот свет передался в эту воду. А вот Джин, он у нее какие-то обновления без конца просил. Спокойствие к ней возвращается. Какие обновления ты у нее просил, Джин? Обновление себя, обновление места, обновление знаний. Шевелиться она должна была. И сколько из этих идей, из ста идей сработали? Сколько у тебя получилось? Он не знает, но она всегда была чем-то занята. А, понятно. Хорошо. То есть никакого покоя не было. Соответственно, никакого удовлетворения полнейшего она не получала от своих действий. Правильно? Кроме суеты. Ну, не всегда так. Обижаешь Джина. Джин, на чем ты зарабатываешь свои золотые монеты? Знаю, знаю. Ну, тогда что ты со мной споришь? Реверс закончился. Отлично. Вот с тебя сейчас я начнем. Давай, тебе выходить не надо. Собирай себе свою пыль. Если что-то осталось, вытягивай, ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет, оставит, он пожалеет очень серьезно. На руках и нижняя часть туловища у нее в синем. Синие энергии, синие такие, как точечные. Все забрал он. Понятно. Хорошо. У меня вопрос. От кого вот эти точки были по утрам на ее теле? Ты сказала точечные энергии. Вот это мне интересно. Как укусы какие-то мелкие были, которые в течение дня проходили? Что это было? Кто виновен? Молчат? Они не знают. У нее по утрам на теле были какие-то мелкие точки. Над ответственной клеткой загорается красный маячок. По всему телу у нее были какие-то точки мелкие. Маячок над джином загорелся. Джин? Он говорит, что я не делал ничего специально. Ну как же. И не был во всем теле. Ну а как получалось так, что у нее по утрам были точки мелкие по всему телу, как будто ей кусало что-то. А в течение дня она проходила. И сейчас мы вытащили энергии, похожие на эти мелкие точки, Джин. Может, ты мне что-то не договариваешь? Может, ты не хочешь дружить? Наверное, раздражала ее моя энергия. Я не знаю. Вот это уже будет более правильный ответ. Может, твоя лампочка не работает? Проверь еще раз. Хорошо. Я спрашиваю сначала у Кристины. Кристина, вы знаете причину, от кого вы получали эти точки на теле, на физическом? Она не знает, но думает, от джина или от воды. Хорошо. Даю команду на счет три. Ответственность за эти точки на теле у Кристины. Над его клеткой загорается красный маячок. Один, два, три. Это Джин. Потому что он дома еще находится. Понятно, Джин. В общем, здесь все понятно. Ты все забрал с ее биополя? Все забрал. Хорошо. Идем дальше тогда. Лизард. Ты в сердце сидел? В сердечной чакре? Да. Выходи, вытаскивай все, что ты там оставил. Приступай. Он как глубок эмоций сматывает. Какие эмоции? Там сидел в сердечной чакре. Какие эмоции? Я понял. Какие эмоции ты там распространял через сердечную чакру? Объясни мне. Сердечные переживания. По любому поводу? Или как? Пример приведи, чтобы я понял, о чем идет речь. Может, ты вызывал эти реакции, а не усиливал их? Он сказал, что он уже говорил. Озвучил это. Лизард. Ты будешь озвучивать столько раз, сколько я тебе говорю. Если ты еще раз посмеешь мне так ответить, тебя ожидает судьба, мало не покажется. Он все собрал. Хорошо. Инсектуэт. Выходи, вытаскивай свой инкубатор. Все вытаскивай. Все, что у тебя осталось. Отсасывай жидкость. Ничего не забывай. Приступай. В животе инкубатор. Понятно. Вытаскивай все. Готово. Хорошо. Спрут, что-нибудь еще осталось на твоей чистоте в ее биополе? Посмотри. Осталось. Выходи, вытаскивай все. Ничего не забывай. Жидкость отсасывай. Высушивай, как хочешь, чтобы следов не осталось. Приступай. И докладывай о готовности к проверке. На голове у нее присаски. Голове. Хорошо. Как они воздействовали на голову спрут? Он тянул их наверх. Понятно. За это он рассказывал, да? Сейчас снял. Отлично. Хорошо. Я прошу скэнер просканировать эти присоски спрута. В следующий раз он должен будет выводить вместе с его конструкцией. То. Отлично. Хорошо. Значит, у нас инсектоид и спрут все забрали. Джин все забрал. Лизард все забрал. Тогда переходим к следующему этапу. Рассинхронизацию. Дай команду на рассинхронизацию Кристины. Пошла рассинхронизация. Вместе с голограммами тоже идет рассинхронизация. Готово. Отлично. Рассинхронизация закончилась. Включаем внутренний белосец Кристины. И Кристина выдавливает этим светом из себя все негативные патогены. Низковабрационные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Так, пошел свет, свет выдавливает это все, и оно выходит, формируется в шар перед Кристиной. Готово. Шар вышел, открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все прошли проверку. Буду отпускать. Джин, я тебя сейчас отпускаю в квартиру Кристины. И как договорились, ты все собираешь и дожидаешься меня. Потом я все закрою и отпущу тебя. Все понятно? Да. Открывай портал в квартиру Кристины. Один, два, три. И Джин уходит в этот портал, дождается нас там. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Инсектоид. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Один, два, три. Инсектоид, забирая все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатывай, растворяй. Готово. Лизард готов уходить? Готово. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте лизарда. Один, два, три. И он уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Спрут, ты понял сегодняшний урок? Да. Ты больше никогда в это биополе не войдешь. Тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте спрута. Один, два, три. Спрут, забирая все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Посмотри, что у нас в клетке осталось. Вода. Под водой открывая портал в галактическое ядро, оно уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Кристина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после нее? Волшебно чувствую. Крылья вижу свои. Энергия купаюсь. Замечательно. Наслаждаюсь просто моментом. Отлично. Не забывайте сбрасывать негатив. Наш администратор Ольга вышлет вам после сеанса инструкцию по сбрасыванию негатива, как заправляться энергиями и как ставить 7-р кабу, универсальную защиту. Она вам очень поможет. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристины в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изверинки колонного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Говорит, что очень ценно была для нее эта чистка. Благодарит нас. Во благо, Кристина. Готово. Над собой у вас все получится. И отключаемся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok